Всем привет, я с вами Скеттла, и это видео, которое обязательно должны посмотреть все те, кто будут смотреть мой сериал. Постараюсь кратко, хотя знаю, что у меня это никогда не получается, но... Что ж, надо пробовать. Первый пункт, то есть у меня их всего 4, и первый пункт это просмотр моих прошлых сериалов. У меня есть сериал, самый первый, с которого все это началось, когда сначала просто Бионикл и Скеттла что-то замышляют, что там делают, бля-бля-бля-бля-бля-бля. По сути, он переходит в Бионикл и под контролем. После этого Бионикл Тени Души и последний Контракт с Тьмой. И хотя бы посмотрите Контракт с Тьмой, потому что над ним я уже начинал более-менее стараться, и, к сожалению, у него и начали падать просмотры, что меня печалит. А прошлые сериалы, их можно не смотреть, то есть и Тени Души, и Под Контролем, и то, что до этого было, это можно не смотреть. Однако, по сути, это все выстроено. И это нужно больше не для того, чтобы понимать, что это какая-то там одна вселенная или еще что-то, параллельная версия, нет. Это нужно, чтобы понять, в принципе, мой подход к тому, как снимать сериалы, и понять, как я передаю персонажей. Вот. Но этот сериал, он будет новым чем-то, без спойлеров ничего не буду говорить, потому что я надеюсь, что реально есть те, кто тут многие ждут его, и хотят, чтобы все было именно при показе, а не чтобы я все рассказал заранее. Второй пункт, это вообще мое отношение к этому всему, мои ожидания, мои мечты, желания. В принципе, почему я снимаю сериалы по Бионикам? Это все потому, что сейчас это единственный, единственный хороший способ, как мне передавать мои фантазии, мои вселенные, миры, которые я придумываю. У меня уже давно, наверное, с детства есть вселенная, которую я выстраиваю, есть ее разветвление, параллельные миры и другие всякие истории. Сейчас я занялся написанием и составлением миров для манго, потому что мне очень нравится вообще реализация того, как это выглядит манго, и тем более в аниме. Аниме для меня это один из самых лучших, наверное, и удачных способов передавать что-либо, экранизировать и показывать людям. Потому что есть музыкальные составляющие, музыкальные темы, опенинги и эндинги, которые могут стать и ежедневным треком, который ты будешь слушать, или просто тебе давать какое-то настроение перед просмотром серии. При этом сама красочность и вот эта вот эксцентричность показа, вот эти суперсцены, вот это все, вау-вау-вау-вау-вау, это тоже очень классно. И, ну, лично для меня. Для вас, может быть, конечно, каким-нибудь спокойным детективом это лучше. И поэтому этот сериал будет, по сути, в таком стиле. Логично, что это не будет аниме, потому что это не рисовка. И, в принципе, Bionicle это, как я уже сказал, способ, с помощью которого я сейчас могу это реализовать. Так бы я делать, как угодно. То же самое. Не знаю, может, просто мультфильмы, комиксы, фильмы и все такое, потому что вся эта тема мне нравится. И вообще, наконец-то, недавно, наверное, в течение вот этого года, 2021-го, я наконец-то понял свою цель и что в общей жизни. Потому что до этого я не знал, чего я хочу, чему стремиться. И это было, наверное, очень большим грузом на моих плечах, потому что все сразу там, ну, если так утрировать, там, «Я хочу быть космонавтом, я пожарным!» А я такой, «А я не знаю!» И вот столько времени, очень много это было. Ну, а сейчас, когда я наконец-то понял, что все то, что я придумал за огромное количество лет, понятно, что я это не с нуля лет начал придумать свою вселенную, но, довольно-таки раннего возраста, понял, что я хочу, чтобы люди это видели, видели мою философию, мои мысли, мои миры персонажей, все это видели, потому что сам мне очень приятно строить на разные произведения, испытывать эмоции вместе с персонажами, переживать это все. И я подумал, почему бы мне такими не заняться, и сейчас я понял, что хочу вот именно этого, и это моя цель. Ура, наконец-то, и от этого мне стало очень радостно. Вот. И поэтому, и Дионикл, и к этому сериалу я отнесся серьезно. Да, я уже знаю косяки, косяки, которые я не могу исправить из-за бюджетных, то есть бюджет, которых в принципе нету, из-за аппаратуры, из-за моих плохих навыков, всего этого. Он не будет отличным сериалом. Вообще, наверное, пока что то, какое я сейчас, ничего у меня в проектах не будет отличным. Но я считаю, посмотрев на первую серию, посмотрев, как выходят последующие, я считаю, что это хорошо. И надеюсь, что хотя бы до тысячи оно будет набирать. И вот здесь-таки как раз-таки та часть, чего я жду. Я жду, что будет немного отвлек, что хотя бы по тысяче просмотров наберет каждая серия. Потому что, ну это, честно скажу, важно для меня не именно из-за того, что это просмотрится, там с ютубом мне что-то придет. Это я, об этом я не думаю, я думаю об отдаче. То есть, мне интересно, как, как, каково это людям, эта серия, эти персонажи, это все. Поэтому прошу вас очень сильно, можете даже не ставить лайки. Но главное, пишите комментарии о том, каково этого. Третье немного переплетается со вторым. Но особняком стоит то, что это весь дополнительный контент по моему сериалу. Я, если увижу, что хоть кому-то будет это интересно, не как летом были нулевые, ноль просмотров на стримах, на беззритель точнее. Я буду проводить стримы, фан-стримы по какому-то дополнительному контенту. Получается, буду рассказывать, как проходили съемки, как эти сцены выглядели в моей голове и как это вышло. Как, в принципе, я создавал характер, про персонажи могу рассказать, еще что-либо. Про музыку, которую я пишу, потому что начиная с восьмой серии прошлого сериала, «Контакт с мой», там появились темы, которые я сам написал, лично для Виониклов. И здесь, по сути, у каждого персонажа есть своя тема. И еще есть закадровая музыка, которую я писал. Да, будут моменты, когда я использовал музыку из интернета, а без атак не вправ. Но так же я и свою писал, сочинял. И получается, тоже я отдельно треки эти выложу, чтобы их можно было слушать, потому что тема у Марака-то прошлая, у Марака-повелителя, многим понравилась, кто-то даже ее использовал, за что спасибо. Для меня это, наоборот, плюс, что кто-то использовал, вообще удивил этому внимание. И как бы тоже, если вы там будете советовать друзьям, может, семье, может, еще кому-то, кому-то, кому понравится не то, что это игрушечка, бионика, как мне все говорят. Нет, это для меня не игрушки, не что-либо. Для меня это способ реализовать свои мысли, свой мир. Поэтому, если кому-то может стать интересной именно история, то тогда посоветуйте, пожалуйста. И мне это будет очень приятно, вот, низкий поклон. И, получается, вот на этих стримах, может, тир-листы какие-нибудь, может быть, там, даже рисовать что-то буду именно по сериалу. Просто ваши вопросы какие-то все такое. Потому что я, получается, наверное, с того времени, когда выходил Грайти Фоллс, и когда было дофигища видосов по теории, там, какой шажок кто-то сделал, как-то повлияет на будущий сериал, а что будет в том-то, там-то, там-то. Их, потому что я дурачок глупенький. Я всегда, когда что-либо делаю, я мечтаю, что будет так же своими проектами. Да, я слишком, наверное, ношу розовое... Ну да, они не розовые, неважно. И вот у меня есть почва для теорий в моих сериалах. Есть пасхалки. В прошлых, наверное, для теорий не было. Но в этом сериале обязательно будут всякие чеховские ружья, всякие вот клиффхенгеры, еще что-либо, что-то, за что можно зацепиться и, допустим, начать строить теорию или еще что-то. Раньше Ярида, мой отличный друг, лучший друг, тоже вел свой канал, делал реакции на мой сериал. Я очень этому радовался. Для меня это было очень приятно, видеть это. Потому что я сам обожаю смотреть разные реакции на все, что вообще может существовать. Потому что я люблю мнение людей о том или ином, даже не важно, согласен я с этим мнением или не согласен. Ведь это отлично. Обмениваться какой-либо мысленной информацией, это просто вау. Поэтому я это такое обожаю. И поэтому реакции, всякие теории, пасхалки, я это обожаю. И в глубине я очень сильно хочу, чтобы такое было и с моими проектами. Вот. Понимаю, что в начальном не все сразу все получают. Конечно, я это понимаю. И я просто об этом говорю, что вот есть у меня такие желания, такие мечты. Вот. Поэтому, если вы хотя бы можете там у них строить теорию, что-либо, я просто говорю вам внимательно, смотрите мой сериал. И если что, на что я смогу ответить, что-нибудь спойлером или еще что-либо, можете задавать на стримах. И, в общем, получается, наверное, здесь, под этим видео, напишите в комментариях, интересна ли вам тема вот этих фан-стримов по дополнительному контенту. И тогда, если наберется какое-то количество человек хотя бы, то, возможно, уже все. Я утвержу, что они будут проходить и на них что-либо рассказывать. И последнее, что я свяжу еще с вне-бионикл-контентом, это сезоны дальше. Дальше. Я, получается, за это лето, из-за того, что у меня была какая-то очень сильная грусть, возможно, депрессия, не знаю. А, выгорание, вот, у меня было выгорание. Я не успел снять сериал, я снял лишь пять серий. И то последние две я снимал прямо в критическом положении в августе. Сейчас я пытаюсь снять шестую и последующую серии, пока не вышли те пять серий. Вот. И, значит, вообще в моих планах три сезона. Это три, это три. Три сезона по этой вселенной, по этому сериалу. Основной стержень уже давно расписан, все продумано. Только сценария на каждую серию еще нету. Но все это обязательно будет. И проблема в том, что выйти он точно выйдет. Но, я не знаю. Я очень сильно эмоционально и духовно завишу от... Зависю. Зависюшую. Зачем еще еще все все все? Короче, у меня зависимость от мнения, от эмоций. В общем, от какой-либо отдачи. Даже самой малейшей. И поэтому, если ее не какой-то не будет, я буду такой, типа, ладно, надо снять сериал, надо, надо снять сериал. Вот. А если будет какая-то дальше, я прям... Все. Я не смотрю это тупое видео на ютубе. В это время я снимаю сериал. Так и будет. И... Не знаю, почему-то я борюсь с этим. Пытаюсь. Но, как факт, оно есть. Еще я пока не победил вот эту негативную черту самого себя. Поэтому, два следующих сезона точно будут лучше, если, конечно же, они будут в последующие года. То есть, следующий год и после следующий год. То есть, чтобы за лето я успел снять и второй сезон, потом за следующий год и третий сезон. Но, учитывая то, как произошло с первым сезоном, навряд ли. Навряд ли. Вот. Ну и помимо этого, я обязательно сниму еще... Обязательно, 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 пару выпусков битв вселенных. Потому что до сих пор пишут комментарии под Газиллой и Курамой. И до сих пор они очень глупые. Вот. Приходится разъяснять. Но ничего страшного. Для этого я и сделал это видео, чтобы разъяснять людям. Так же будет прохождение какой-либо игры. Потому что, возможно, у меня появится клинок рассекающих демонов, игра, которая выходит. Ну, может и нет, не знаю. И, по сути, наверное, из обязательного больше ничего не будет. И, возможно, будет выпуск, за что я обожаю. Когда у меня был по Наруто Акадский Рассенький. И, возможно, по какому-нибудь фильму выйдет такой. Вот. А так, в принципе, контент... Ну, может, что-то с Алиэкспресс будет появляться. Может, откуда-то еще что-то будет появляться. И вот так потихоньку что-нибудь да появится. А так, спасибо за просмотр. Я попытался намного быстро это все рассказать. Возможно, если бы это было не быстро, видос бы вышел на час. Ждите мой сериал. Обязательно пишите в комментариях все ваши мнения. Какая-нибудь малейшая фигня для меня важна. И я обещаю, сериал вам понравится. Вот. Я, опять же, не утверждаю, что он прям суперотличный. Его надо ставить в какие-либо там... Боже, как это называется. Его не надо ставить в какие-либо примеры. Что, Влад, вау, как он снимает? Нет. Я говорю, я снимаю, как я могу. У меня главное это история, персонаж... Все вот то, что по сути не является материальным. Бионикл материальное, оно как способ просто передать все вот это вот. И поэтому я так и делаю. А с вами был Скеттла. Всегда буду с вами. Спасибо за просмотр. Пишите комментарии. Лайки, дизлайки ставьте. Смотрите мои другие видео. Главное, мне хочется, чтобы мои сериалы побольше людей посмотрело. Чтобы побольше была эта отдача. Потому что... Контракт с тьмой. Последняя серия просмотров меньше. Серия, на которой я больше всего старался. На ней просмотров меньше, чем на... Финальной серии Биоников под контролем. На которой я по сути вообще не старался. Где там этот Маквисер, не Суисер. Там просто жесть какая-то. Но там мой рекорд 18 тысяч просмотров. Вот так как-то. Что ж. Всем удачного дня. Всем всего хорошего. И пока.